Музыка 195 миллионов долларов иностранных инвестиций рассчитывает привлечь Минская область в нынешнем году. Основное внимание – развитию китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Также инвестиции будут направлены в строительство завода «Белджи» и горно-обогатительного комбината в Любинском районе. Копольщина стала первым районом в республике, где открылась стартап-школа. У бизнес-компании 8 направлений деятельности – от выпуска облицовочной плитки до пчеловодства и выращивания рассады. С помощью стартап-школы надеются повысить знания в сфере бизнеса, а также воплотить в жизнь и монетизировать как можно больше идей в глубинке. И поскольку интерес к жизни регионов Беларуси повышается, мы решили спросить у фонепольчан, где лучше жить – в столице или в малом городе? На мой взгляд, мне больше нравится жить в большом городе, в Минске, потому что это красиво, большой город, чистый. Там и здесь все одинаково. Единственная проблема, я думаю, что здесь все-таки похуже будет с поликлиниками детскими, да и взрослыми, да и с больницами. В Минске будет с этим получше. И специалисты, я все-таки думаю, что там чуть-чуть более квалифицированнее, чем здесь. Конечно, лучше в городе Спутники. Хотя я и живу в Минске, но сюда приезжаю, мне здесь жизнь больше нравится. И спокойнее, и, не знаю, и красиво теперь фонеполистала. Приятнее, спокойнее жить в тихом городке, где живу я, например, в Борисове. В Минске, ну, сует, суета. Хорошо жить в Спутнике. Тише, спокойнее. А в Минске хорошо работать. С конвейера Белорусского автомобильного завода сошел трехтысячный карьерный самосвал БелАЗ 7513 грузоподъемностью 136 тонн. Его опытный образец создан в 96-м году. За 12 лет БелАЗ произвел и реализовал тысячу таких самосвалов. Вторая и третья тысячи машин этой линейки были произведены и проданы всего лишь за 8 лет. В каком городе Минской области выгоднее всего покупать жилье? Наибольшую популярность в последнее время приобретают квартиры в ближайших к столице городам. В прошлом году жители области голосовали рублем за Заславль и Фаниполь. Объясняется это небольшим расстоянием до Минска и развитием транспортной инфраструктуры. В этих же городах самая высокая цена. В Заславле за квадрат в однушке год назад платили в среднем 860 долларов. В Держинске 677, а в Логойске всего 591. На третьем месте по сделкам среди ближайших к столице городов идет Логойск. В Смолевичах сделок меньше, но и цена за квадрат ниже, чем в Логойске. Если брать всю область, то самый активный рынок жилья в Солигорске. И цены в этом городе ниже, чем в спутниках столицы. Из всего сказанного можно сделать вывод, что белорусы делают выбор покупки жилья, исходя из близости к Минску. И этот фактор становится для покупателей гораздо важнее развитости города и уровня зарплат в нем. Млынбай. Новости. Достойное внимания.